27 социально ориентированных некоммерческих организаций Севастополя победили в первом этапе регионального конкурса проектов. Всего в нем приняли участие 85 НКО. Некоммерческие организации, признанные лучшими, получат субсидии на общую сумму почти 33 миллиона рублей. Победителей можно разделить на несколько категорий. Поддержка участников специальной военной операции, развитие институтов гражданского общества и добровольчества, поддержка семьи, материнства и детства, охрана окружающей среды, развитие спорта, а также патриотическое воспитание подростков. Минимальный размер грантовой помощи – 200 тысяч рублей, максимальный – более 2,5 миллиона рублей. На аппаратном совещании в правительстве Севастополя 2 апреля директор Департамента внутренней политики Сергей Бездольный перечислил несколько организаций, представивших важные проекты. Проект «Наставничество. Вектор будущего» – автономная некоммерческая организация и ресурсный центр развития личности и наследия. Суть проекта – там взрослые помогают детям, понятно из названия, наставничество, оказывающиеся в трудной жизненной ситуации, имеющим проблемы с социальной адаптацией. Проект – пример очень быстрой, грамотной и профессиональной реакции на федеральную повестку. Инициативу, напомню, высказал уполномоченный по правам ребенка Российской Федерации. И это не подстраивание под актуальные вопросы, а именно профессиональная работа нашего некоммерческого сектора. По словам Сергея Бездольного, в Севастополе зарегистрированы более 1100 некоммерческих организаций, почти половина из них социально ориентирована. Кроме регионального конкурса, городские НКО также представляют свои проекты на федеральном уровне, где 28 организаций получили государственную поддержку на сумму 68 миллионов 200 тысяч рублей. Напрямую фондом президентских грантов в рамках первого конкурса 2023 года поддержано 28 севастопольских проектов на общую сумму 68,2 миллиона рублей. Таким образом, общий объем инвестиций из некоммерческого сектора в социальную сферу города превысил 100 миллионов рублей. В 2023 году это регортная сумма. И здесь важно как бы не состояние, как мы всегда знаем, а динамика. И динамика в работе сонка очевидная. Больше проектов подается из года в год, увеличивается общая сумма инвестиций в соцсферу. Постоянно добавляются новые некоммерческие организации. Например, в конкурсе фонда президентских грантов победил проект автономной некоммерческой организации «Духовно-просветительский центр святого великого князя Владимира». Им руководит благочинный Севастопольского округа претерий Сергий Халюта. Это интересный опыт, потому что это первый опыт на уровне региона по участию православной церкви в грантовом конкурсе через НКО. Получился крайне успешным. Проект направлен на поддержку специальной военной операции, на помощь нуждающимся людям, находящимся в зоне СВО, беженцам на территории всей Крымской митрополии. Проектам будет оказана комплексная гуманитарная помощь. Не менее 50 тысяч человек будет охвачено этой помощью. Следующий этап конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций пройдет в апреле. Объем разыгрываемой финансовой поддержки – 11 миллионов 400 тысяч рублей. Победители станут известны в июне.